МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Челябинский боксер Мурат Гассиев блестяще провел полуфинальный бой Всемирной суперсерии в Сочи. 24-летний спортсмен не стал форсировать события в поединке с кубинцем юниером Дортикосом, а измотал своего соперника в длительном противостоянии. Да у меня даже капля долетела пот, я не понял. Развязка наступила в 12-м заключительном раунде, когда Гассиев, за которого дружно болел весь зал Ледового дворца Большой, мощным ударом опрокинул навзничь своего оппонента. Да, 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 это нокаут. Уважаемые друзья, это нокаут. Но кубинец продержался на ногах всего лишь несколько секунд и снова отправился в нокдаун. О, второй нокдаун. Это еще не конец. Сейчас снова откроют счет. Чудеса живучести демонстрирует кубинец. Однако следующая атака Мурата Гассиева поставила черту под боем. Российский боксер одерживает победу техническим нокаутом и выходит в финал Всемирной суперсерии, где его соперником 11 мая в Саудовской Аравии будет украинец Александр Усик. Призовой фон победителя – несколько миллионов долларов. А челябинская конькобежка Ольга Фаткулина все-таки не получила приглашения на Олимпиаду в Южную Корею. Несмотря на оправдание, спортивным арбитражным судом, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи и еще 12 российских спортсменов и двое тренеров не отправятся на игры. Окончательное решение Международного Олимпийского комитета Фаткулина приняла стойка. По ее словам, суды и ожидания измотали всю нервную систему. Было очень много факторов, которые перевешивали мой чешу-бешок, что не поехать. Короче, у меня нет желания просто выступать, бороться с кем-то. Мы будем на следующую Олимпиаду готовить вот эти амбиции спортсмена. Они же сейчас у меня остались. Сейчас Ольга Фаткулина будет готовиться к альтернативным соревнованиям в России, а также чемпионату мира по спринту и финалу Кубка Планета. Ведущая Трактор ТВ Соня Гудим подарила клюшку «Заряд» юному челябинцу и хоккеисту. Девятилетний Никита Кольцов стал победителем конкурса на самый лучший и зрелищный буллит. Соня Гудим придумала розыгрыш перед матчем звезд КХЛ. Нужно было предложить варианты буллитов для пола-щихуры. Никита посоветовал нападающему сделать это в стиле игрока гольфа. И этот вариант оказался лучшим. Никита занимается в хоккейной школе «Трактор». Его отец, знаменитый челябинский воспитанник Кирилл Кольцов, сейчас выступает за московский «Спартак». Возможно, именно папа подсказал вариант с оригинальным буллитом. Ведь сам защитник славится высочайшей техникой владения шайбой. Именно с отцом Никита и обсудит дальнейшую судьбу выигранного приза. У меня есть уже один заряд, но он С-300. И вот это мой новый заряд. 16-летний Александр Татаринов проводит эффектный бросок. Кажется, его соперник уже без сил. В конце Саша проводит серию ударов и доводит бой до победы. Он уже три года занимается унифайтом. Рассказывает, победить было весьма непросто. Хорошо физически подготовленный. И хорошая ударная техника у него. В Челябинске проходит всероссийский турнир по унифайту. Этот вид спорта включает в себя полосу препятствий с метанием ножей и стрельбой. А также рукопашный бой в ринге. Здесь получается у нас отбор на Россию. На Южном Урале универсальный бой пользуется популярностью с 2006 года. Есть у нас и свои громкие победы. Чемпионы России, Европы и мира. Андрей Тихонов, Юлия Капитонова. На этих кадрах Мария Куницына. Интересно, что свой спортивный путь она начала с художественной гимнастики. Перешла в единоборство. Именно в универсальный бой. То, что это очень интересный и увлекательный вид спорта. Победители этого турнира отправятся на чемпионат России по универсальному бою, который пройдет в Медыне в апреле этого года. На сегодня это все спортивные события. До зимней Олимпиады в Южной Корее осталось 4 дня. В завершении любопытный факт. Искусственный снег впервые в истории игр начали использовать в 1980 году в деревне Лейк Плейсет, США. Увидимся с вами завтра. Далее происшествия с Дарьей Шведовой. Не переключайтесь. Дарьей Шведовой Дарьей Шведовой Дарьей Шведовой